Пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны много по всей России, но с каждым годом их число уменьшается. Благодаря совместному сотрудничеству учеников реальной школы города Мунстер из Германии и учеников Мичуринской школы, 93 родственника пропавших без вести солдат из Тамбовской области закончили свои поиски. В 2009 году мы узнали о том, что в Германии стартовал проект «Мы пишем ваши имена». Мы решили, что данный проект мы проведем и в нашей школе. Я надеюсь, что данный проект нам поможет, чтобы взаимоотношения между Россией и Германией, трусные взаимоотношения, и дальше будут расти. Делегация учеников реальной школы города Мунстер уже восьмой раз посетила Тамбовскую землю. Проект, которым занимаются и наши школьники, и школьники Германии, называется «Мы пишем ваши имена». С 2009 года дети собирают архивные материалы по истории нацистского концлагеря Берген-Бельсен. Были найдены списки советских военнопленных, которые погибли в этом лагере. В настоящее время в них уже 257 фамилий наших земляков. В Рассказовском районе 12 солдат погибли в концлагере Берген-Бельсен. Степан Михайлович Шерстиникин 70 лет для своих родственников числился без вести пропавшим. Благодаря поисковым группам школьников, родственники узнали, что их дядя попал в плен и там погиб. Немецкие школьники берут в архивах Подольска списки людей, погибших в частности в лагере Берген-Бельсен. Делают вот такие таблички из мастики, а не кирпичного цвета. Немцы называют их камешками. И на кладбище Херстен, кладбище для советских военнопленных, где в братских могилах лежит сегодня около 50 тысяч наших советских военнопленных, закладывают на валу в специальные щиты. Кладбище Херстен стало братской могилой для советских солдат. Ежегодно немецкие школьники закладывают таблички с новыми именами воинов. Именно с этого кладбища делегация из Германии привезла родственникам Степана Шерстиникина землю и документы, подтверждающие, что их дядя захоронен именно там. Вот я сегодня с огромной радостью, с огромным удовольствием вручаю вам, уважаемые мои, документы, которые, как сказать, вам помогут узнать теперь, где похоронен ваш дядя и землю с братской могилой. Целью проекта «Мы пишем ваши имена» является увековечивание памяти узников Берген-Бельсен, наших земляков на кладбище Херстен в Германии. Екатерина Студенова, Алексей Шаповалов, Новости ТВ Рассказыва.